Решила я сгонять в такую оперативную погоду за кофе и как раз записать видео. Видео про то, что иногда то, что мы делаем, мы даже не осознаем всю глубину и как потом одно какое-то мелкое событие может повлиять на весь ход нашей жизни. Я начну с себя и это будет как раз история про то, что, в общем-то, а как, почему. Ну, мне кажется, я уже рассказывала в каком-то видео. Вот, но если я, например, брать меня и Японию, я переехала жить в Японию, потому что если прям совсем вглубь раскачивать, можно сказать, что в школе на перемене мои одноклассники, которые смотрели Наруто, делали какие-то вот эти вот печати руками. Чака-чака розенга. Что-то такое. И мне стало интересно. Я решила попробовать посмотреть Наруто один раз, подумала, что за фигня, потом заболела и посмотрела, типа, 25 эпизодов сзади. И была такая, ооо, это прям мечта. Наруто так круто. Втянулась как раз в эту какую-то японскую тусовку того времени. Начала смотреть разные анимешки. Потом сходила на концерт, потому что приезжали различные группы. Сходила на концерт, ну и типа и влюбилась в музыканта. Вот, и после этого уже там и изучение японского языка, и поездка в Японию, и все-все-все, типа, ну вот, чтобы просто, ну вот, как-то оказаться в Японии. А можно сказать, что виноват вот мальчик, с которым я вместе на истории сидела. Ну почему виноват, как бы, да? То есть это же какое-то вот такое мелкое событие. Я просто села с мальчиком, типа, на истории, а развернулась вообще в то, что моя жизнь повернулась на 180 градусов, и что в Японии, не знаю, я познакомилась со своим мужем, и сейчас живу в Америке, и развернулась в то, что у меня была это и трехлетняя депрессия, и что я полюбила Японию с еще каким-то большим энтузиазмом, да, потому что после вот этих лет жизни там я прям очень сильно разочаровалась, да, в том, что ой, мне так нравилось всегда, а в итоге я никогда не смогу там жить из-за этой рабочей культуры, и что все очень плохо, а закончилось все тем, что сейчас я такая просто Япония в анлав, я хочу обратно, просто заберите меня, мама, почему я не родилась японкой, и так далее. Вот, но так часто говорю, вот, заметила. А это вот единичный случай. А таких случаев, на самом деле, в жизни очень-очень много. Я всегда любила истории и рассказы людей, я прям как-то много видела таких про, как это называется-то, катастрофа с башнями-близнецами, которая была когда-то, да, типа там на самом деле очень много людей, которые по каким-то очень странным причинам опоздали на самолет, ой, на самолет, опоздали на работу, там, кого-то облила машина, кто-то пошёл переобуваться, у кого-то там ребёнок что-то сделал, кто-то там, ну, какие-то прям мелкие вещи, которые вроде бы кажутся, что они плохие, да, и всё, типа, день пошёл на смарку, всё будет плохо, но когда они играют в такой более долгосрочной перспективе, мы никогда не знаем, к чему она приведёт, да, это было хорошо или плохо. И размышляя, так сказать, на вот эту тему, я поняла, что всю жизнь жила тем, что вот у меня есть цель, которую я хочу добиться, вот цель переехать в Японию, переехала, да, и потом такая, типа, что-то неприкольно, потому что у меня никогда не был выработан вот этот вот навык наблюдать за процессом, наслаждаться процессом, да, то есть кайфовать именно от того, не куда я иду скорее, а как я иду, да, и сейчас я вот постепенно, мне кажется, даже и причина вот этих вот видео в основном, что я хочу задокументировать свою историю, я хочу задокументировать, как я меняюсь, я хочу видеть, как я расту сама же у себя на глазах, это же так прикольно, типа, посмотреть через пару лет на себя и подумать, во, я тупая, я вообще была, это сейчас я, когда вспоминаю свои подступки из детства, думаю, ё-моё, катастрофа, вообще просто дура тупая, это же рост, это же мой рост как личности, это рост просто, ну, как бы меня как человека, и вот такие вот мелочи, да, на пути, их же потрясающе, можно как-то легко отслеживать и подмечать, но только если ты наслажаешься процессом, не начинаешь видеть там всё вокруг, что вот эти засранцы, те засранцы, то плохо, всё плохо, а когда именно идёт наслаждение процессом, так сказать, надо перепарковаться, не умею я передам парковаться, прям катастрофа, в Японии какая-то традиция, тенденция, все паркуются задом, ну, вот даже в такие параллельные, нет, не параллельные, перпендикулярная парковка, у них все заезжают задом, и я тоже только такое умею, приехала я за кофе, всё, сейчас у меня там ещё одно, порепустимо, интересная история, как мне кажется, кстати, за кофе я приехала в Амазон, вот так вот так, я взяла свой кофе, счастливый, довольный человек теперь, так, а вообще, про что я хотела поговорить, начиная вот эту всю тему, так сказать, решений каких-то, когда мы не знаем о том, что куда нас, что приведёт путь и так далее, это про вообще, про какие-то необдуманные поступки, которые в моменте вроде бы кажется, что оно здорово и прикольно, а потом такой, типа, может быть, не особо, и этот разговор будет про то, что когда я была в России полгода, я себе забила рукав, я вроде бы ещё пока ещё не показывала, но у меня тут сейчас прям цветной рукавчик, и изначально, я не знаю, будет видно или нет, вообще у меня ожог на правую руку всегда был, прям такой сильный, я очень сильно комплексовала и всегда хотела перекрыть, так сказать, вот этот вот шрам, и будучи в России, подумала, ну всё, пора, в Америке все татуированы, всё, я теперь всю жизнь буду жить в Америке, так что чего бы не забиться, ну и сейчас я понимаю, что уезжая обратно в Японию, мне, наверное, с рукавом будет сложновато, да, он, конечно, у меня весь такой, типа, девчачий, цветной, миленький, приятненький, но всё равно какой-то чё-то я переживаю, потому что у меня, когда я только вообще поехала в Японию, у меня давно была татуировка на лодыжке, такая маленькая, никому неприметная, и вот я помню, что, живя там, из серии, запись в, как джим называется, в спортзал, в спортзал, там, значит, анкета, давайте записывайтесь, чтобы там, и там вот пунктом прям прописано, что я, типа, клянусь в том, что у меня нет татуировок, и я помню, я каждый раз врала, мне каждый раз какой-то этот стресс, а вдруг заметят, а вдруг что-то ещё, а тут натуировка прям, ну, фигня прям, малюсика, и такая, блин, чё делать, чё делать, и прям для меня это был, ну, огромнейший стресс всегда, и теперь у меня рукав, и я такая, чё-то не подумала об этом, но я думаю, какая разница, правильно? Главное, чтобы мне нравилось, но в Японии, не знаю, что, конечно, с этим всем будет. Я знаю, что очень многие в Японии надеялись на то, что во времена ещё олимпийских игр, типа до короны, что, ой, вот, может быть, приедет много иностранцев, и японское общество поймёт, что татуировки — это нормально, и ничего плохого в этом нет, а в итоге, ну, случилась корона, иностранцы так не по ней приезжали, татуировки для сих пор какая-то такая табуированная тема, типа, ну... И да... С другой стороны, я могу считать, что это как раз знак того, что я никогда не подойду в эти нормы общества японские, да, никогда не буду вот этим вот, там, сарариманом больше, который только вот будет, вот, крещаины всякие, которые уходят прямо на эту работу, и как вот америкосы, америкосы, американцы себе делают эти татуировки на лице, типа, что, ну, вашу эту систему, это доказательство того, что я никогда не буду так делать. Вот, можно ещё сказать, что у меня тоже такой... вызов. Ну, хотя, даже просто посмотрев на меня, я знаю, что я никогда не впишусь в японское общество. Ну вот, я не японка. Как бы я ни старалась, я и не стану, я и не буду. И кто-то, как бы, ну, для кого-то это может быть прям таким минусом, что, ой, как так, я не вписываюсь в общество. А мне насрать. Я думаю, ну, не вписываюсь и не вписываюсь. Мне кажется, я и в России особо не вписывалась никогда. И в Америке тоже, как бы, ну... У меня всегда ощущение, что я какая-то, ну, как бы, типа, не соблюдая вот эти нормы и стандарты. Тогда я буду жить там, где мне хотя бы нравится жить, где кайфово жить. И получать плюшки от того, что я, типа, не вписываюсь в эти нормы. Потому что в Японии, конечно, быть белым, ну, это другое совершенно, это прям иначе. Белая девочка с голубыми глазами, это прям... Не то, чтобы какой-то... Ну, что я какая-то там, как обезьяна с гранатой, да, а что именно вот это вот отношение другое от людей. И сколько там даже ситуаций с документами, например. У меня друг из Шри-Ланки, у которого там с визой были проблемы, он пришел в иммиграционку сам, его посадили в тюрьму. Я пришла, мне сказали, да-да-да, не с проблем. Там вот еще три месяца вам надо, ничего. Это вот какая-то дискриминация чисто по цвету кожи. Все равно, как в Японии, белым человеком быть круто. Так что пользуемся. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok